Первая вещь в нашем осеннем списке – это классическая Оксфорд-рубашка. Что отличает хорошую оксфордскую рубашку? Это хорошая оксфордская ткань. Для ткани используется более плотная пряжа. Когда они плетут ткань, то они плетут ее корзинкой. Таким образом, ткань получается более плотная, она не сильно тянется, но зато после стирки она становится мягкой и более толстой. И поэтому людям нравится эта ткань в период осени. В ней комфортно, это хорошая кажула рубашка, но на расстоянии выглядит как обычная костюмная рубашка. Оксфорды бывают разного цвета и модели воротника. Рубашка на мне, у нее обрезанный воротник. Но самая распространенная модель, которую можно встретить у этих рубашек – это на пуговицах. Далее в списке классический осенний спортпиджак. На мне вы видите классический пиджак в иголочку приятного коричневого цвета. Это идеальный пиджак для данного сезона. И это главное с вашими осенними вещами. Прикольно сочетать в них осенние цвета. Это коричневый, оранжевый. Используйте их в своем гардеробе и вы будете отлично смотреться. Если иголочка для вас слишком, тогда можете попробовать ткань Денигал. Этот паттерн очень просто сочетать и носить. На расстоянии он выглядит серым, но вблизи можно разглядеть синие и черные крапинки. Вот что мне нравится. Эти цвета можно сочетать с рубашками такого же цвета. Очень разнообразно, легко сочетать и отлично подходит для осени. Хорошо, если Денигал это по-прежнему слишком для вас, вам хочется что-то приглушенное и более casual, тогда выбирайте классическую кожанку. Вы смотрите на нее черная кожа, мотоцикл. Но нет, это темно-синий. В этом и прикол. Не надо менять стиль. Выбирайте классический простой стиль, но выбирайте цвет, слегка отличающийся от того, который бы вы обычно могли выбрать. Мне нравится морской, потому что издалека он выглядит как черный, а вблизи он начинает выделяться и играть цветами. Раз мы здесь, то давайте сделаем наш наряд еще более casual и заменим рубашку Oxford на худи. Некоторые могут сказать, что худи это слишком casual для гардероба современного мужчины, но я не соглашусь. Если вы выбрали подходящий размер и цвет, приятный хлопковый материал без огромных логотипов, тогда эта вещь может спокойно попасть в ваш гардероб. Далее, господа, поговорим о вашем основании. Нет, не о том самом, а о подошве. Я повторяю снова и снова, выбирайте кожаную подошву. Почему? Потому что это отличный показатель того, что эта обувь была сшита либо стежками Гудьяр, либо Блейка. И это отличный показатель качества. Но зимой, что происходит. А в течение осени, это слякоть, грязь, дождь, снег. Вы поскользнетесь и упадете. И этого никто не хочет. Поэтому в эти сезоны лучше брать резиновую подошву. Да, можно что-то сделать с кожаной подошвой, чтобы улучшить сцепление. Но, на мой взгляд, пара бытинок с хорошей подошвой, это отличный выбор для зимы. Потому что лучше стоять, чем лежать на спине. Господа, я знаю, что у вас есть своя точка зрения. Поэтому мне интересно услышать от вас в комментариях, что мне надо добавить к этому видео. Что я упустил? Пишите в комментариях. Парни, мне нравятся такие вот джинсовки. Отличная осенняя куртка. И это сочетание синего с синим отлично смотрится осенью. Но не бойтесь добавить к этому контраста. Как вы можете заметить, изменился контраст и стиль. Я выбрал чуть более формальную куртку военного зеленого цвета. Чтобы сохранить casual стиль и вернуть джинсовый материал, мы можем надеть джинсовую рубашку. Она выглядит как обычная рубашка на пуговицах, но если приглядеться, то она более западного стиля. У нее два кармана на груди и вместо пуговиц заклепки. Таким образом она будет чуть более casual, но зато это добавляет стиля. И такая рубашка отлично сочетается с другими вещами в гардеробе. Вы, конечно, можете возразить, что эта рубашка слишком повседневная, чтобы надевать ее с костюмом. Я соглашусь, но это не костюм. Это повседневный спортпиджак, который сделан из фланеля или шерсти. Фланель – это ворсистая ткань. Очень приятная текстура. Издалека она выглядит цельной, но вблизи можно различить некоторые паттерны и разные цвета и ворсистость. Этот пиджак очень casual, поэтому это отличная опция для вашего осеннего гардероба, который будет отлично сочетаться, пожалуй, со всеми вашими брюками. Поэтому этот пиджак – отличный выбор. Фланель используется не только для пиджаков, она также используется и для штанов. Так что серые фланелевые штаны будут, пожалуй, самым сочетаемым предметом в вашем осеннем гардеробе. У серого нет цвета, поэтому он будет сочетаться с любой рубашкой, с которой вы их наденете. Кроме фланелевой рубашки. Да, не стоит надевать фланель с фланелью. Если это, конечно, не фланелевый костюм. Но фланелевая рубашка – это еще одна отличная вещь для вашего осеннего гардероба. Сделана из хлопка. Эта рубашка очень прочная. Это отличная рубашка, которая хорошо держит тепло в прохладные осенние дни.